Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале экзегет по книге Откровения Анна Богослова. И сегодня мы приступаем к изучению второй главы этой книги. Эта глава начинается словами «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящей посреди семи золотых светильников». Древнехристианский экзегет Беда Достопочтенный писал «Ибо Эфес может пониматься и как великое падение, и как воля моя в ней». Он показывает, что написанное одной конкретной церкви относится ко всем. «Не только церковь Эфесская, если не покаяться, будет сдвинута со своего места, и не только в Пергаме находится престол сатаны, а повсюду, так и прочие частности относятся ко всем церквам». То есть понимание Беда Достопочтенного, обращение каждой из семи церквей Апокалипсиса, это обращение ко всем церквам в их пространственном и временном измерении. Но что мы знаем об исторической Эфесской церкви, которая была в Малой Азии? Эфес был одним из самых первых азиатских центров культа императора Домициана. И там был храм, который был посвящен гению императора, где совершались службы во имя человека Божия, римского языческого императора. В некотором смысле культ тех или иных людей, он сохраняется и в наше время. Когда какая-то личность, гегемон, доминирующая над целым сообществом, всех как бы подчиняет своей власти и своему авторитету, и христианам необходимо этому противостоять, потому что наше служение совершается как служение перед Богом, и мы Господу Богу поклоняемся, Ему одному служим, отметая любые формы человеческого поклонения. О Христе здесь сказано, что Он есть держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. То есть Господь своей заботой не оставляет верующих христиан на земле, это горящие светильники, и Он имеет перспективу о нашем будущем на небесах. Это семь звезд, которые пребывают в деснице Его. И далее «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Сохранилась древняя христианская книга, она называется «Дидахи» или «Учение двенадцати апостолов», в котором предлагается апостольский устав и подсказывается, как отличить истинного апостола от лжиапостола. И там сказано, если апостол в какой-то местности задержится более чем на три дня, то это не апостол, это лжиапостол. Если он попросит денег за какое-то служение, то это тоже не апостол, это уже лжиапостол. То есть внутренний устав апостольского служения, он призывал их к очень интенсивному служению. Они не имели права на одном месте задерживаться более трех дней. Они переходили из одного города в другой, из одного села в другое село. И вот эта динамика их апостолата подтверждала их подлинное апостольство. И очень важно было в древней церкви отличать истинных апостолов от ложных. Далее говорится в обращении к ангелу Эфесской церкви. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для меня, для имени моего, трудился и не изнемогал». Надо сказать, что в обращении к каждой из семи церквей апокалипсиса, может быть, кроме только последней, всегда говорится о каких-то положительных моментах, которые были в этих церквах. Но всегда предлагается некая критика, собственно говоря, обращение к церквам апокалипсиса, это попытка помочь этим церквам апокалипсиса обрести некую духовную устойчивость. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». То есть, сказав об их добродетелях, Господь уже говорит об их проблемах. И главная проблема – «но имею против тебя то, что ты оставил любовь твою». То есть, то первое чувство, которое возникает у человека, когда он обращается к Богу. И бывает очень печально, что вот это горение первой встречи с Богом, мы как бы выхолощиваем из своей жизни, и со временем не чувствуем этого состояния, не переживаем его вновь и вновь. Это называется потеря первой любви. И далее. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Твори прежние дела твои, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Господь очень решительно действует по отношению к своим избранникам, спрашивая с них значительно строже, чем с обычных людей. И если мы слишком расслабляемся в нашей церковной жизни, то Господь силен сдвинуть светильник нашего благополучия церковного с места, чтобы через страдания, через скорби, через гонения мы смогли бы возвыситься до подлинной любви по отношению к Богу. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела твои, а если не так, скоро приду к тебе». Какой урок содержится для нас в этих словах? Каждый из нас в своем прошлом имеет какие-то яркие, радостные духовные моменты, вспоминая которые, он может обрести устойчивость в настоящем, теперешнем состоянии. Может быть, это первая осмысленная молитва, которой вы помните, как она была произнесена вами, или первое прочтение Библии, когда, прочитав Библию от начала до конца, вы с радостью переживаете этот момент, или первое осознанное причастие в детстве, когда радость встречи со Христом в святых дарах радует вашу душу, и, воспоминая об этом, как бы переживаете это состояние заново. Поэтому очень важно вспоминать какие-то вехи духовные в нашей жизни, чтобы, вспомнив то, откуда мы не спали, знать направление, куда нам вернуться. И далее. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Андрей Кисарийский объясняет, «А отчего Богу дела николаитов так ненавистны, известно всякому, кто испытал или знает по чтению эту презренную ересь». То есть информация об этих николаитах, она была доступна с древних времен и запечатлена в разных книгах. Чем грешили эти николаиты? С одной стороны, считается, что они поддерживали культ императора, то есть, будучи христианами, при этом они считали, что нет ничего плохого в том, что в городе Эфесе есть храм, посвященный гению императора. С другой стороны, николаитам приписывается такое заблуждение, что они сознательно впадали в плотские грехи, потому что верили в то, что по мере погружения в грех будет усиливаться благодать. И они как бы провоцировали на себя греховные состояния, чтобы пережить потом Божье прощение в неком таком контрасте. То есть, это было очень опасное движение. Обычно отцы церкви отыжествляли их с безнравственной сектой гностиков, которые говорили о неком духовном знании, которое значительно выше их повседневного образа жизни, когда греша, а они нисколько не скверняют свою душу, которая слишком возвышена, пребывает в божественном гнозисе, то есть, в божественном знании. А при этом среди них царила плотская распущенность. И далее мы читаем, «Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которые посреди рая Божия». Вот это первая часть седьмого стиха, «Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Эта часть седьмого стиха, она обращает наше внимание на то, что надо иметь не только плотской слух, но надо иметь и духовный слух. Особенно, когда мы слышим что-то такое, что противно нашим вероубеждениям, мы всегда должны отличать истину православного исповедания от еретической лжи, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая. Древо жизни – это крест, плоды этого древа – это святое причастие тела и крови Иисуса Христа. А то, что древо жизни, которое посреди рая Божия, здесь раем Божиим называется церковь, которая обладает необходимыми спасительными таинствами для того, чтобы преподавать их народу Божию. И далее мы читаем «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». Первый и последний – это Господь наш Иисус Христос, который сам говорит о себе, я из Альфа и Омега, начало и конец. И он действительно был мертв и жив. Он умер на кресте нас ради человека и нашего ради спасения и воскрес для нашего оправдания. Беда достопочтенный пишет, «Этой церкви Иоанн говорит говорит о том, как претерпевать преследование, что следует и из ее имени, ведь смирно это мировое дерево, символизирующее умершвление плоти». В чем же подсказка Иоанна Богослова через название этой церкви «Как преодолевать гонения?» Когда начинаются гонения, и мы начинаем пребывать в посте, ограничиваем разнузданность собственной плоти, это поможет нам, как ничто другое, преодолеть испытания тяжелейших гонений. То есть человек должен быть соответствующим тем испытаниям, которые попускает ему Господь. И напротив, если человек не ведет добродетельный образ жизни, то гонения очень быстро опрокинут этого человека, и он не сможет сохранить чистоту веры. Эфес и процветающая Смирна в Азии были древними центрами поклонения императору. То есть Смирская церковь, как и Эфесская церковь, они испытывали воздействие этого культа религий человека Божия, когда вместо поклонения Богу служили и поклонялись твари вместо Творца. Один из самых древних и наиболее важных городов в Азии как раз и была Смирна. И она даже состязалась с Эфесом и Смирна она славилась красотой своих храмов языческих, дворцов, прекрасных, великолепных домов, в которых обитали жители этого города. И культ императора это был культ связанный с их личным гедонизмом. Культ почитания императора он как бы накладывался естественно на то, что каждый почитал самого себя. И культ личных наслаждений он доминировал. А император представлялся этим людям личностью, которые символизируют абсолютное наслаждение, абсолютную радость и торжество, источник подлинной политической и гражданской красоты, так как это понимали в античные времена. Без сомнения, христиане они всегда должны дистанцироваться от любых форм коллективных политических преступлений и грехов. Потому что наше представление о поклонении и почитании разнится с тем, что почитает мир и чему он поклоняется. Знаю твои дела и скорбь и нищету. Вот здесь Господь, прежде чем обличить смирских христиан, он говорит о некоторых положительных моментах, которые у них есть, научая и нас, если мы приступаем со словами обличения какому-нибудь человеку, сказать что-то ему и доброе. Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат. Как сказано о самом Христе в посланиях Павла, что он обогатил нас нищетою своею. Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи. Здесь слово иудей надо воспринимать в изначальном значении этого слова, иудей, как восхваляющий Бога. Именно это означает данное имя. Получается так, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, то есть говорят о себе, что они восхваляют Бога, а они не таковы, но сборище сатанинское. То есть, скорее всего, эти иудеи в кавычках, они восхваляли самих себя и тот образ жизни гедонистический, который был им дорог. Не бойся ничего, говорится, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и вы будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Дней десять эти слова косвенно указывают на десять гонений против христиан, которые были в античный период до времен императора Константина. Их ровно число десять, и здесь пророчески уже об этом говорится, будете иметь скорбь дней десять. Но почему говорится о днях? Потому что, если в скорби Господь нас поддерживает, то эти годы, даже десятилетия, они могут пролетать именно как дни, и при этом надо помнить, что Господь никогда не посылает нам испытаний сверх наших сил. Имеющий ухо, то есть духовное слышание, слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И вот здесь надо немножко остановиться. В понимании древних христиан, в библейском понимании, прежде всего, есть смерть первая, и есть смерть вторая. Что такое смерть первая? Это физическая смерть, когда умирает человеческое тело. А что такое смерть вторая? это когда на страшном суде по воскресении из мертвых проклятые услышат слова Сына Божия. Идите проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Это смерть вторая. Так вот, о тех христианах, которые смогут претерпеть гонения от лжи иудеев, от язычников, от гедонистов, сказано, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. То есть он не услышит в день суда страшного слова «Идите проклятые в огонь вечный». Он услышит другие слова «Войдите благословенные в покой мой». И далее мы читаем «И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Острый с обеих сторон меч – это слово Божие, с обеих сторон заточенный меч – это Ветхий Завет и Новый Завет. Как апостолы учили, что все Писание полезно для научения, для наставления, для обличения. И мы, православные христиане, не противопоставляем одну часть Писания другой части Писания. Это была бы маркианитская ересь, когда, признавая Новый Завет, только Новый Завет, эти еретики отрицали значимость закона Пожия Ветхого Завета. Но что означает само слово «Пергам»? А бедодостопочтенный древнехристианский экзегет, который трудился в землях Британии, пишет, «Пергам» можно перевести как разделяющий их рога. Речь идет о том, кто на суде отделит добродетель верных от нечестия николаитов, чтобы рога грешников были сломлены и возвысились рога праведных. Рог праведных – это торжество праведных, эта тема встречается в псалмах царя Давида. Есть основания полагать, что в Пергаме существовала небольшая еврейская община, но в целом это был языческий город, где власть римлян осуществлялась на все окрестные города и села, где ситуация нравственная была очень похожа на ту, которая была в Эфесе и в других семи церквах апокалипсиса. То есть это был мир, где мало чем один город отличался от другого. И для нас важны вот эти наставления. «Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны». А мы уже с вами прочитали у беды достопочтенного, что на самом деле сейчас везде престол сатаны, везде есть люди, которые почитают зло больше, чем добро. А в Писании в Новом Завете сказано, что всякий делающий грех есть от дьявола. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа, священномученик Антипа, был древнехристианский лидер общины, епископ общины христиан, и в понимании примаси, тикония, известных истолкователей апокалипсиса, каждый ангел той или иной церкви, это имеется в виду предстоятель этой церкви, и эти авторы, исследуя историю Эфесской церкви, Смирнской, Пергамской, они даже распознают, о ком идет речь и в каком случае. Сюда включается и имя Поликарпа Смирнского, конечно, в связи с откровением Смирнской церкви. Но мы читаем откровение Пергамской церкви, и ангелу Пергамской церкви напиши так, говорит, имеющий острых с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, что значит содержишь имя мое, то есть имя Божие, то есть светишь имя Божие самой своей жизнью, когда мы молимся, досветится имя твое, имеется в виду, чтобы в нашей жизни имя Божие не хулилось, не ругалось, а светилось нашими добродетелями. И не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. И вот после того, как Господь похвалил, здесь уже идет некая критика. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Образ Валаама и Валака это попытка смешения политической власти и пророческого служения в каких-то спекулятивных целей мирской светской власти. А как мы знаем из Писания дружба с миром есть вражда с Богом. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. очень интересное истолкование на этот текст написал блаженный Иероним Стридонский. Он обращает здесь внимание на то, что еретики Николаиты и те, которые увлекаются их учением, они призываются не к крещению, а к покаянию. То есть в каком-то смысле их крещение признается. И вот блаженный Иероним так и пишет. Что же до тех мужей, о которых мы упоминали, то из апокалипсиса становится ясно, что еретики без крещения, то есть без перекрещивания, должны принести покаяние. Ангелу Ефесскому вменяется в вину, что он оставил любовь. В ангеле пергамском осуждается, что он вкушал идоложертвенное и учение николаитов. Подобным же образом ангел фиатирский упрекается за пророчество и изовель, и идоложертвенное, и блуд. И все же Господь призывает всех их к покаянию и угрожает будущим наказанием, если не обратятся. Он не грозил бы им наказанием, если бы не собирался подлежащих наказанию простить. Он ведь не говорил, что надо повторно крестить тех, кто был крещен в вере николаитов, или что надо возложить руки на тех, кто веровал в пергаме, держась учение Валаама. Он сказал покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с тобою мечом уст моих. Вот это была практика древней церкви, и мы знаем, что на вселенских соборах с первого собора и по седьмой от ариан и до иконоборцев признавалось крещение еретиков, если оно совершалось правильно, в три погружения во имя отца аминь, сына аминь и духа святаго аминь. Но в каком случае крещение еретиков не признавалось? Есть правило седьмое второе Вселенского собора Константинопольского, где говорится о том, что если еретики там перечисляются все эти ереси, включая ариан, крещение совершают правильно, так как принято и у православных, то оно признается. Но если они крестят в одно погружение вместо трех погружений, то их перекрещивают. То есть церковь настолько проявляла любовь даже к заблудшим, что от них не требовали перекрещивания и даже перерукоположения. Всех этих еретиков принимали в сущем сане, если они были даже и рукоположны в своих еретических сообществах. Это практика древней церкви и церкви периода вселенских соборах. Сейчас некоторым это трудно понять, но это реальность нашей веры. А как я часто объясняю, для православного истинная вера это вера периода неразделенной церкви до 1054 года. То есть мы ничего не должны прибавлять к этой вере семи вселенских соборов, ничего не убавлять, потому что некоторые впадают в какие-то галлюцинации и начинают придумывать свое православие без оглядки на древнюю церковь и на период семи вселенских соборов. И, конечно же, это очень все печально. И далее имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый хлеб, белый камень, и на камне написано новое имя, которого не знает никто, кроме того, кто получает. И вот дальше идет обращение к фиатирской церкви. И ангелу фиатирской церкви напиши, так говорит сын божий, у которого очи, как пламень огненный и ноги подобны Халькалевану. Беда достопочтенный пишет, фиатир можно перевести как жертва, ведь святые делают свои тела жертвой живою. С другой стороны, фиатир известен тем, что там был культ Аполлона, языческого бога, культ обнаженного человеческого тела. И, конечно, христианам в таком порнографическом сообществе было трудно и нравственно и морально душно. И надо было как-то научиться выживать в этой ситуации. Здесь Сын Божий описывается как тот, у которого очи как пламень огненный, то есть проницают все и вся, и ноги подобны Халькаливану. Ноги Господа по истолкованию отцов это святые, которые ходят по миру и благоествуют Слово Божие. Знаю твои дела и любовь и служение и веру и терпение твое и то, что последние дела твои больше первых. К сожалению, бывает наоборот. Бывает так, что первые дела человека, они больше последних. То есть некоторые хорошо начинают воцерковление, окончается все не очень хорошо. А здесь идеальная ситуация. Знаю твои дела и любовь и служение и веру и терпение твое и то, что последние дела твои больше первых, то есть они возрастали в вере, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Язовеле, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Это был какой-то хлыстовский такой культ, некая женщина, лжепророчица наподобие древней Язовеле, которая противостояла пророку Илье, она оказала какое-то сильное влияние на тамошних христиан и ввела какие-то языческие суеверия, так что любодейство было и поедание идоложертвенного. Но даже по отношению к этой Изавелии, лжепророчице, Господь действует очень деликатно. И мы читаем об этом. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. То есть Господь дает время. Вот я повергаю ее на одор и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. То есть Господь уже болезни посылает и детей ее поражу смертью, а это уже следующее наказание, когда болезнь не привела ее к покаянию, и уразумеют все церкви, что я есть испытующие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Действительно, Господь, да, он испытывает сердца и наши внутренности, но его воздействие на нас всегда очень бережное, то есть он дает нам время на покаяние, он посылает нам испытания, и когда уже все средства исчерпаны, он действительно может пресечь нашу жизнь. Вам же и прочим находящимся в феотире, которые не держатся сего учения, то есть вот эти лжепророчицы, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, имеется в виду власть над языческим образом жизни, над языческими страстями, Господь даст победу, если мы будем оберегать чистоту православного вероучения, и будете пасти их жезлом железным, то есть эти страсти языческие в себе самом пасти необходимо железным жезлом, как сосуды глиняные, а не сокрушаться эти помыслы, эти греховные прилоги, как и я получил власть от отца моего, и дам ему, то есть верующему, звезду утреннюю, то есть начатке божественных откровений, имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам. церквам, это опять же наставление о том, что надо иметь не только плотские глаза, но и духовное видение, не только плотской слух, но и духовный, без чего и Господа неузрим и не расслышим интонации слов Господних. Итак, сегодня мы изучили вторую главу книги Апокалипсис, и если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы приступаем к изучению третьей главы этой книги. Апокалипсис.